Назвал криво. Знаете почему? Потому что в увлечении сорбирующими технологиями мы, в общем, забываем о некоторых старых вещах, о которых бы хотелось бы даже и поговорить. Вот. Ну, начнем, наверное, с того, что определение сепсиса нам говорит, что нам на самом деле-то нужно все, да. То есть, чтобы поддерживать среднее артериальное давление больше, там, либо равным 65 мм ртутного столба при потребности вазопрессоров, нам вообще-то нужно как-то, да, вот, справляться с этим локтатом. Мы еще об этом поговорим. То есть, вот, те вещи, да, при этом мы видим довольно большую летальность. На самом деле, действительно, вот эти вот высокий локтат, значит, потребность вазопрессорах, конечно, это и липополисахарид, о котором мы много сегодня с вами говорили, это и интерлейкины, в общем-то, вот, которые заставляют вырабатываться синтазом оксида азота, ну и, собственно, провоцируют вот ту клиническую картину дистрибутивного шока, с которым мы имеем дело. Но, если взглянуть на цепочку событий, то, в общем, мы знаем, что это эндотоксин, который, в общем-то, активирует макрофаги, дальше макрофаги синтезируют цитокины, активируют лейкоциты, те, в свою очередь, да, вызывают эндотелиальную дисфункцию, разрушая стенку капилляра. В итоге мы имеем системную эндотелиальную дисфункцию с перераспределением жидкости из внутрисосудистого в интерстициальный компартмент, и вот дальше мы видим вот этот пресловутый локтат. То есть, ну мы вот в погоне за сорбентами, за всеми модными девайсами забываем, что всё это происходит одновременно, и хорошо бы все вот эти вот разные звенья иметь вовремя и одновременно, да. Вот, собственно, как бы какие звенья сейчас с точки зрения экстрапаральной гемокоррекции мы можем применять вот в этой цепи, ну уже есть такие возможности элиминации бактерий и вирусов, и, собственно, колонку Сераф все, в общем, знают. Реализована там концепция гепарин 2.0, когда, в общем-то, благодаря физико-химическим связям, ну напрямую можно из крови удалять вирусы и бактерии. В общем, эти знания нам бы очень неплохо пригодились и пригодились в эпоху ковида, да, потому что, в принципе, проверено, вот в концепции гепарин 2.0, собственно, вирус Сарского В2, вы видите, эти синие локусы, мог спокойно быть удаленным из кровотока, снижая его пагубное воздействие. Вот, ну, что касается элиминации эндотоксина, да, то есть, ну, мы, проблему мы уже сегодня обозначили, уже кто только не говорил, я лично помню, что последнее большое мультицентровое исследование EPIC3 говорит о том, что в Европе 67% это уже, в общем-то, превалирование полирезистентной грамм отрицательной флоры. У нас Владимир Витальевич уже давно говорил, что кошмар и катастрофа творится еще с 2011 года, мы не знаем, что творится в наших отделениях реанимации с точки зрения мультицентрового взгляда, но то, что ничего хорошего ковид нам не принес с точки зрения доминирования грамм отрицательной флоры, это точно вот исследование, да, у университета Джона Хопкинса, который каждый раз измерял, в общем-то, как бы, ориентирование на местности проводил, и с каждой волной, ну, просто дичайшее превалирование грамм отрицательной флоры, а, соответственно, люди, погибавшие в это время от вторичной инфекции полирезистентной, это в основном была грамм отрицательной флоры, и, конечно же, элиминация эндотоксина здесь, ну, просто была, конечно, один из ключевых элементов. И, конечно, мы назначаем этим пациентам этиотропную терапию, антибиотики, но антибиотики тоже делают свое дело, они приводят к гибели вот этой вот грамм отрицательной бактерии с элиминацией липополисахарида, который запускает вот этот каскад системного воспаления, и с этих позиций, а не является ли удаление эндотоксина этиотропной частью терапии, септического шока, системного воспаления. Надо сказать, что пусть Survival Sepsis Campaign признал вот этот именно метаанализ СНОУ не очень, да, как бы наполненным, скажем так, хорошими, качественными, достоверными исследованиями, но, тем не менее, он говорит о том, что элиминация эндотоксина все-таки увеличивает выживаемость пациентов. И, в общем, мы знаем, что, да, как бы, поскольку исследование Фрейдса, и оно было здесь, в общем-то, уже, как бы, цитировано, да, что 0,6-0,9 действительно поскольку анализ показал, ну, практически 11% снижения летальности. Собственно, другой поскольку анализ действительно, мне он нравится, что вот показал тоже вот хорошие результаты с точки зрения шкалы СОФА, и мы, естественно, ждем вот этого вот прецизионного анализа, что, кому и когда с точки зрения элиминирования эндотоксина, вот ждем результатов Тигриса. Я думаю, что его результаты должны как-то войти в основу рекомендаций по удалению эндотоксина. Ну, в ковиде, то есть мы очень много говорим о грамотрицательной флоре, как таковой вторичной инфекции, но сам по себе новая коронавирусная инфекция была сопряжена с высоким уровнем активации эндотоксина, превалированием грамотрицательной флоры у этих пациентов. Ну, и, собственно, одной из ключевых таких позиций, это то, что показывал уже Александр Анатольевич Еременко, это поражение микротравмоз кишечника как источник транслокации грамотрицательной флоры, и мы еще не знаем на самом деле отдельную долю, какую вносил эндотоксин в тяжесть состояния пациента с коронавирусной инфекцией в наших реанимациях. Да, и надо сказать, что точно такие же истории мы наблюдаем повышение уровня эндотоксина, они, может быть, не септические, да, где-то они ниже 0,6, но эта история при искусственном кровообращении, при кардиохирургии, это та же история во время ЭКМА, да, непульсативный кровоток, он действительно высоко ассоциирован, и все эти факторы риска с транслокацией кишечной флоры, поэтому и проблема эта и там есть, и почему бы и там не заниматься, конечно, этой элиминацией. Вот, ну, опять же, я не устаю критиковать последний срывов сепсис кампейн, да, они, в общем-то, так лихо отбросили полимексин B, да, с точки зрения сорбции, ну, объяснив это, в общем-то, экономическими факторами, ну, на самом деле, если вы можете себе это позволить, ну, почему нет, вот, и с другой стороны, с точки зрения других каких-то методик удаления, ну, они сказали, пока рекомендаций мы никаких не даем. Вот, конечно, следующим этапом этой цепи это системно-воспалительный ответ, и здесь, наконец-то, уже четко ввели, да, обязательное введение кортикостероидов при септическом шоке. Ну, в общем-то, в основе этой рекомендации было вот это исследование АПРОКС, где гидрокортизон, ну, существенно показал лучше выживаемость этих пациентов. Но, надо сказать, что вот какая история. Дело в том, что высокое такое персистирование медиаторов системно-воспалительного ответа ассоциировано всё-таки со снижением выживаемости, и, в принципе, там тот же фактор некроза опухоли, есть данные, что он может, да, циркулировать до 35 часов, поэтому, конечно, заблокировали мы его продукцию кортикостероидами, но хорошо бы и убрать, наверное, то, что циркулирует и продолжает оказывать деструктивную эндотелиальную вот это вот действие. Да, поэтому, конечно, надо это помнить. Ну, и почему же ассорбция – это сейчас такой тренд, вот с точки зрения удаления интерлекинов? Ну, потому что вот неплохое исследование, когда сравнили чистую гемофильтрацию и ассорбцию, ну, и всё-таки ассорбирующий компонент показал, всё-таки лучшую выживаемость. Конечно, сейчас поэтому я и говорю всё и сразу, как бы бисорбционного компонента, конечно, уже, в общем-то, вряд ли мы встанем с кресла в нашей ординаторской для оказания экстракорпоральной гемокоррекции пациентов в септическом шоке. Ну, почему? Потому что с 1986 года известно, что активной формой фактора некроза опухоли является тример, да, собственно, поэтому он с точки зрения молекулярной массы довольно большой, и в стандартный гемофильтр, но он просто не вылезает. Вот. Ну, с точки зрения, когда, это вот можно поделиться собственным опытом. Это наши публикации с точки зрения ковида. Вы видите, выжившие, это пациенты, у которых мы проводили сорбирующие гемофильтрации, в довольно высоких, да, значениях медиаторов системно-воспалительного ответа, и при их раскладке вы видите, что высокие цифры соответствовали, в общем, довольно таким умеренным поражения легких. Соответственно, конечно же, это говорит о том, что чем раньше мы это делаем, тем лучше. Ну, и надо сказать, что мы всегда много говорим о цитокинах, цитокинах, но мы забываем о дамп-системах, которые, в общем-то, развиваются при некрозах и апоптозах. И надо сказать, что вот это очень интересная статья, которая показала повышение уровня эндотоксина при введении IHM, GB1, вот этого комплекса, дамп-комплекса, образующегося при некрозе и апоптозе. В общем, мне кажется, что способность элиминировать, которая поддерживала воспаление, поэтому элиминировать и его, надо знать об этом, и, в общем-то, понимать, что его тоже надо как-то удалить из пациента. Ну, и, собственно, мы как бы забываем о том, что нам дает диализный раствор, сбалансированный раствор, который мы используем у этих пациентов. Это, конечно, очень хороший контроль коз. Маловажно ли это? Нет, не маловажно. Дело в том, что, смотрите, последний survival-sepsis campaign четко говорит, не лить бикарбонат, потому что он жестко нарушает разницу сильных ионов. И если посмотрим, это действительно важная история? Да, потому что то исследование, которое легло в определении септического шока Шанкар-Хари, если присмотреться к нему, то тут две группы, обе нуждались в вазопрессорах для поддержания гемодинамики, но в первой группе был локтат больше двух, во второй нет, а смотрите, какая разница в летальности. Поэтому, конечно же, влиять на кислотное основное состояние, на гомеостаз в этом плане у пациента критически важно. Мы знаем, почему, потому что метаболический ацидоз – это проаритмогенные действия, это персистирование дистрибутивного шока, потому что это экспрессия категороламиновых рецепторов и так далее. Но и то, о чем сегодня очень много говорили, это и возможность поддержать доставку кислорода. И вот Данил Александрович действительно очень много об этом говорил, как бы маневрируя между Холденом и Бором эффектом, мы действительно можем улучшить доставку кислорода в периферические ткани. Не надо об этом, конечно же, забывать. Почему метаболический ацидоз еще важно корректировать? Ну, потому что вот сравнили синтетическую функцию печени в разных ПАШ-перфузатах, и надо сказать, что именно при метаболическом ацидозе повышен катаболизм белков с содержанием лейцина, изолейцина и валина. Конечно, это очень важно, у нас нет нормальной синтетической функции. Более того, при метаболическом ацидозе, это очень интересное исследование, говорит о том, что грамотрицательная флора сильнее развивается у пациентов на искусственной вентиляции легких, мы тоже провоцируем вот эту полирезистентную грамотрицательную флору, с которой потом же, коллеги, и боремся. Ну, с точки зрения самих растворов, они сбалансированы, растворы, больше 30-ти диализные растворы, поэтому, конечно, мы можем четко смещать гомеостаз в сторону более щелочной среды, таким образом нивелируя вот те негативные эффекты, о которых я говорил выше. Ну, и надо сказать, что есть уже возможность использовать цитратную антикоагуляцию. Собственно, это была причина в какой-то момент развития изоцитратной антикоагуляции, потому что ее влияние на вот эту разницу сильных ионов, в общем-то, было самым щадящим. Ну, контроль коагологического статуса. Мы с помощью этих технологий, в общем-то, можем это делать при этих коагулопатиях. Регионарная цитратная антикоагуляция, это, в общем-то, уже, я думаю, что пользуются этим все. Да, за 13 лет в 4 раза в мире увеличилось использование регионарной цитратной антикоагуляции. Эффективно, безопасно. Но почему? Потому что, как я уже сказал, септический шок, метаболический ацидоз, снижение синтетической функции печени, эффективность и активность антитробина-3 крайне низка, поэтому эффективность гепарина здесь сомнительна, и мы с вами это видели в эпоху пандемии, назначая огромные дозы нефракционированного гепарина. При этом, конечно же, вот сама корректирующая сорбционная история, которая в это же время может быть применена, она убирает фактор некрозоопухоли, который очень сильно смещает концентрации соотношения серийных протаз в сторону фибринолитического шотдауна. И это действительно очень важно, потому что мы в какой-то момент поняли, что болезнь COVID-19 – это история не про интерлекины, это про дисбаланс серийных протаз, когда антифибринолитики глушат фибринолитические серийные протазы, и мы не сколько сорбировали интерлекины, сколько, скорее всего, ПАИ-1. Ну, контроль водного баланса – это важная история, и я тоже бы хотел, чтобы эта возможность была всегда под рукой, потому что, ну, с точки зрения, превалирования влияния как фактора водного баланса, положительный водный баланс, вот Жан-Луи Винсент еще в исследовании СОП показал, что является независимым фактором повышения летальности. И надо сказать, что мы стандартную терапию проводим, да, в общем-то, при септическом шоке, но вот это очень интересный постхок-анализ андробеда-шок-стадии. Видите, за 8 часов стандартной инфузионной терапии пациенты превращаются из респондеров в нереспондеров, а дальше наша инфузионная терапия просто, да, обеспечивает переход жидкости в интерстиции. Но при этом мы до сих пор не обладаем четкой навигацией, так рестриктивный или либеральный тип инфузионной терапии. При этом эти пациенты, каждый второй имеет острое повреждение почек, каждый третий имеет острое повреждение почек второй и третьей стадии. Это, собственно, усугубляет переход этой жидкости в интерстиции, да, и обеспечивает, собственно, являясь патофизиологической основой синдрома мультиорганной дисфункции. Собственно, хорошо, мы можем это как-то корректировать с точки зрения заместительной почечной терапии, да. И, собственно, Survival Sepsis Campaign говорит, если у вас есть показания к этому, ну, применяйте методы заместительной почечной терапии. Ну, какие? Какие? Да, и в этом плане продолжительные методики заместительной почечной терапии все-таки ассоциированы с лучшим контролем интерстициального компартмента. Соответственно, конечно же, мы в этом плане больше его контролируем. Вот, и в этом плане именно эта история ассоциирована с тем, что продолжительные методики, в общем-то, позволяют сохранять резервы почек, и снижая инвалидизацию этих пациентов и риск попадания на хронический гемодиализ. Поэтому я призываю, в общем-то, думать у таких пациентов к применению, в общем-то, разных девайсов, да. Но главное, чтобы мы могли и убирать и комплименты активные, и серийного протеаза, о которых я говорил, должен быть хороший контроль и жидкости. В то же время не забываем о дамп-молекулах, а, собственно, чем мы это будем добиваться, ну уж у кого что есть. В итоге, системный воспалительный ответ часто сопряжен с липополисахаридом и эндотелиальной дисфункцией. Удаление эндотоксина. Ну, этиотропная терапия, я думаю, что это, в общем-то, уже менее дискутабельно с каждым годом. Сорбция, эффективное удаление цитокинов, комплименты серийных антифибрилитических протеаз. Действительно, это важная история. Ну и продолжительные методы заместительной почной терапии. Это хороший контроль КОС, что очень важно. Ну и, конечно, интерстициального водного компартмента, потому что это то, что мешает клетке получить адекватное количество кислорода. Спасибо, коллеги. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ